Итак, коллеги, мы снова в эфире, но вот в первой части нашей дискуссии мы окунулись, так скажем, в теорию, небольшими мазками прошлись по теме безопасной разработки, и сейчас в таком немножко более узком кругу я ожидаю, что вы подсветите как раз вопросы практического характера и расскажете, как на практике-то все это использовать, да, и в первую очередь мне, конечно, интересно было бы от вас узнать, а кто должен быть вот именно на уровне организации вовлечен в процесс безопасной разработки, потому что понятно, что, наверное, как бы бэшники, это их зона ответственности, что разработчики тоже, мы об этом уже говорили, кто еще, да, а штатишники должны тут быть, там, не знаю, если это промышленная организация, а СОТПшники, а СУшники, они должны тут быть или нет, какой-то комитет как-то надо создать, как вот сорганизовать это все на уровне людей, кто готов ответить на это? Ну, давайте я первое мнение выскажу, есть в целом, наверное, два больших подхода, когда мы идем дружить с бизнесом, и тот уже начинает спускать требования вниз, наверное, самый простой подход, но только в случае, если бизнес действительно поддерживает, понимая, зачем мы это делаем, нам удалось донести эту информацию. А есть второй подход, который, наверное, более действенный, тоже достаточно сложный, когда мы приходим к разработчикам и начинаем объяснять им растительным секьюрити чемпионов и пытаться донести всю ценность, какой выбирать, часто зависит от компании, ну и от человека, который пытается продвинуть безопасную разработку в бизнес. В целом работают они оба достаточно хорошо. Мне кажется, что, как уже до этого сказали, что shift everywhere и все-таки application security – это такая смежная область, в которую, по сути, в любом случае должны быть вовлечены все участники создания софта эксплуатации, потому что одни создают, другие эксплуатируют, потом высказывают свое какое-то мнение, что они по факту получили. Круг этот замкнутый и, соответственно, получается, что хочешь не хочешь, все равно все как-то в этом поучаствуют. Но для эффективности в любом случае должно быть общение между отделами и заинтересованность всех звеньев в этой цепи. Бизнес-подразделение в эту историю нужно вовлекать или нет? Мне кажется, наверное, да, потому что мы же своими действиями по безопасности, мы же, как правило, удлиняем time-to-market, вот это, ну, это понятно, да, мы делаем больше проверок и так далее, и вряд ли кто-то будет этому рад. Мне кажется, нужно как минимум объяснять, а почему у нас вдруг приложение вместо там одной недели теперь две, допустим, к релизу готовится вместо одного дня, два дня. Так? А вообще time-to-market-то не увеличивается. Нет? Ну, не увеличивается в случае, если была безопасность уже какая-то, ну, там, пентест, еще что-то, баг-баунти, и вы внедряете процессы безопасной разработки, то в этом случае time-to-market должен уменьшаться. Time-to-market увеличивается, когда у вас не было ничего, и вам поставили обсека, который будет теперь ходить и рассказывать про качество вашего приложения. Точно так же, как если была плоская сеть, а тут нарезали выланов, да, и стало как-то сложно теперь с этим жить, но зато до первого инцидента. Илья, что скажешь? Да, вот про бизнес-подразделение хотелось бы добавить в том плане, что продающие там коммерческие департаменты, они сейчас, если это речь про продажу софта, они продают не только функционал, но и в какой-то степени безопасность. То есть вот я одно время до 22 года работал в печально ослабившейся вчера компании Аби, и там была регулярная история, что заказчики спрашивали, а вы, допустим, каким статическим анализатором код сканируете. То есть им, ну поскольку они допускали продукты компании к своим каким-то чувствительным бизнес-процессам и потокам данных, для них было важно понимать довольно детально, как происходит безопасность. Поэтому в этом смысле и коммерческие люди тоже вовлекаются в процессы безопасной разработки. Да, ну хорошо, давайте выведем на экран рисунок номер 3, где тот самый вот пайплайн, о котором мы ранее говорили, представлен чуть-чуть в виде такой вот бесконечности, да, и на эту бесконечность наложены еще всевозможные аббревиатуры и названия классов продуктов. И давайте вот уже чуть-чуть на примере этой схемы поговорим о конкретных технических средствах, которые могут на всем цикле безопасной разработки использоваться. Их много, это все выглядит, честно говоря, очень пугающе для меня лично. Но какой здесь минимальный набор, из чего, возможно, стоит начинать? С внедрения какого-то сканера, вот о чем мы тоже говорили, какой-то САСТ для начала поставить, или там идти сразу каким-нибудь пин-тестером, чтобы они там стали искать уязвимости и уже идти как бы от этого? Какой путь входа вот в эту бесконечность, да, я бы так сказал? Ну, пугает здесь, на самом деле, скорее, наверное, не нас с вами, а держатели бюджетов, потому что их тут очень много, и это все очень дорого. Но начинать, ну, лично, на мой взгляд, наверное, имеет смысл с все равно минимальной совокупности, потому что если даже мы возьмем как классический, да, там, САСТ первый, да, у нас все раньше считали, я, да, вот уже сказали, САСТ купил, я защитился, но без, допустим, знания разработчиков это тоже не сильно работает. То есть в любом случае нам нужно параллельно и обучать разработчиков, и по-хорошему изначально нам тоже надо требования сформировать, чтобы потом не вызвать еще рефакторинг на последующих этапах. Вот, поэтому, наверное, имеет смысл все равно вот с какого-то минимально совокупного, а, ну еще и open source, конечно же, потому что поверхность атак на open source, особенно после 22 года, она очень сильно увеличилась. И, к сожалению, мы тут не можем полностью, как говорится, хорошо, что мы можем закрыть то, за что мы отвечаем, это собственный код, но мы не можем отвечать за сторонние части, которые там есть. Надо, конечно, следить по возможности, что там есть. Спасибо, да. Евгений, твой набор для входа в бесконечность и такой минимальный джентльменский набор и средств EFSECOPPER. Да, наверное, Анна все тут сказала, ну прям минимум САС, СКА. Единственное, я бы еще предложил бы рассматривать ОСА для того, чтобы предотвращать попадание в контур компании, вообще в целом небезопасных библиотек. Ну и про планирование, делать упор там на архитектурное ревью с учетом требований безопасности, в принципе, те же практики, которые необходимо доводить и учитывать на ранних стадиях. Хорошо, Илья? Ну, на самом деле тут, наверное, нет прям совсем универсального рецепта, поскольку там все компании счастливы или несчастливы по-своему в этом плане. И имеет смысл, если с чего-то начинать у вас там даже нету, ну или даже есть какие-то безопасники, которые, в принципе, могут заниматься вот этими процессами внедрения, все-таки обратиться к внешнему аудитору, который проведет пин-тест белым ящиком, то есть передать ему исходные коды, там, понятно, все настройки, доступ может быть в инфру даже. И уже, особенно если у вас зрелый продукт, у вас, скорее всего, будет там набор целых найденных дефектов, хорошо документированных, понятных разработчикам. И это не только материал для того, чтобы их тут же кидаться, исправлять, хотя и это тоже, естественно, но это как раз они будут сигнализировать вам уже о том, какие процессы вам и какие инструменты вам следует внедрять. То есть, грубо говоря, если у вас нашлись уязвимости, которые не находятся статическим анализатором, ну, допустим, айдоры, да, вот классическая история, что стат-анализаторы пока еще плохо понимают бизнес-логику, и они не находят там некоторые уязвимости именно в бизнес-логике, какие-нибудь как раз айдоры, то, ну, наверное, не стоит сразу бежать и внедрять soft. Имеет смысл уже, ну, как бы посвятить, наверное, на более свое внимание именно ревью архитектуры, там, каким-то, может быть, таким внутренним условным пин-тестом, да, именно моделирование угроз и так далее. Вот, поэтому, ну, надо смотреть по ситуации. Ну, как бы я бы начал с обращения именно к внешним профессионалам. Ну, вот ты сказал про анализ конфигурации. Это действительно, на самом деле, я, опять-таки, когда готовился, нагуглил статистику, я видел ее после технологии, да, в том году, мне кажется, со сцены, что объявлял на своем security дне. Они провели анализ по результатам и 500 пин-тестов, и оказалось, что 70% серьезных уязвимостей, которых они нашли и эксплуатировали, были связаны как раз с бизнес-логикой, да, технических таких прям уязвимостей, о которых, как правило, все говорят и наше внимание приковано именно к ним. Это всего 30%. И спрашивается, да, мы все напрягаемся ради 30%, а там еще такой вот нижняя часть айсберга, вот та самая, там, кривая бизнес-логика, что-то, значит, не те настройки и так далее. И, может быть, нужно как раз начать вот с новомодного класса решений EAST, да, но вот раньше их, наверное, можно было у кого-то из западных купить. Сейчас статистических лендеров, я так понимаю, нету. Вот, ну, не знаю, найти какие-то обходные. Ну, позитивовский аппликачный инспектор позиционируется как EAST, ну, это там, как бы, сам термин, поскольку не уставной, да, EAST, его можно по-разному трактовать, ну, как бы, в определенной трактовке аппликачный инспектор, безусловно, EAST. Хорошо. Ну, вот ты что считаешь? Я бы на самом деле чуть-чуть добавила, все-таки интерактивный анализ это такая, очень, не знаю, тема такая аккуратная, потому что первые тумаки, которые посыпятся, это на безопасников, а интерактивный анализ по большей части построен на инструментации. Инструментация кода скажет, ну, то есть, если что-то полетело, да, то виноват не разработчик, а тот, кто заинструментировал код. И, как бы, скорее всего, либо это отмена, как говорится, вот, либо нужно будет с этим что-то делать. То есть, сам по себе продукт, по инструментации, он должен быть очень сильно подготовленным, а все-таки технология достаточно новая. Ну, то есть, она сама по себе, конечно, не новая, но с точки зрения именно использования в безопасности, она довольно-таки новая. И все-таки это довольно поздний этап, то есть, это уже эксплуатация определенная, да, приложение, оно уже собрано, оно уже работает. Мне кажется, довольно-таки поздновато. Мне кажется, что это можно использовать как какой-то чек-лист, фактически, да, после того, как уже провели, как говорится, подготовительную работу, потому что, может быть, там очень много ошибок, которые надо было давно исправить. Надо сказать, что, собственно, АЭС, это не панацея от ошибок бизнес-логики, потому что он не намного больше-то и понимает про бизнес-логику, чем САСТ. Ну, а смотрите, вот еще такой вопрос. Вот на примере, допустим, веб-приложений, да, как мне видится, со стороны вход вот в эту замечательную восьмерку, он начинается где-то с конца, да, начинается с вафа, начинается там, сюда же можно с анти-ДДОС какой-нибудь подтянуть, там анти-боты и так далее. То есть люди начинают оперировать наложенными средствами, да, пытаясь компенсировать вот ту самую недостачу на левом краю этой самой восьмерки. Это вообще правильный путь, да, но это вот использование инструментов для компенсации каких-то базовых проблем. Это возможно использовать этот подход, но все-таки больше в дополнение к предыдущим этапам безопасной разработки. На наших пин-тестах мы постоянно встречаемся с тем, что получается обойти и веб-аппликающий фейервол, анти-ДДОС чаще всего он все равно работает больше на сетевом уровне, реже встречается, когда он работает на прикладе, да, и L7-ДДОС готов отфильтровывать. Тут еще, конечно, стоит добавлять, ну, не только ваф и анти-ДДОС, еще SOC, RASP и прочие инструменты, но все-таки это уже инструменты митигации, это способ договориться с разработчиками о том, что уязвимости, которые были найдены ранее, они закрыты на периметровых фейерволах, вафах и прочей истории до того момента, пока разработчик все-таки устраняет проблему, а не так, что проблема существует, мы все закрываем вафом и радуемся. Да, давайте для нашей аудитории напомним на всякий случай, что RASP это Runtime Application Self-Protection, то есть это такой, как я себе это понимаю, это набор средств самозащиты приложения, да, то есть тут прямо из аббревиатуры это следует, таких решений тоже, как оказалось, достаточно много, они, правда, практически все импорты, насколько я знаю, да, и сейчас с их внедрением смогут быть определенные сложности. Но давайте мы, прежде чем пойти дальше, запустим вопрос номер три для нашей онлайн-аудитории, на какой стадии внедрения практик и безопасной разработки вы находитесь. Голосуйте, пожалуйста, да. И мы пока пойдем дальше, и хотелось бы немножко про модную тему искусственного интеллекта и машинного обучения поговорить. Вот в каком контексте. Опять-таки в первой части мы об этом что же сказали, что есть исследования, наработанные даже с практикой, когда можно генерить эксплойты с одной стороны при помощи того же ЧАД-GPT, с другой стороны, как это часто бывает, те же самые технологии могут использоваться на стороне защиты, да, например, для генерации временных защитных мер или, например, для проактивного поиска тех самых штуязвимостей ошибок в коде, которые, ну, как бы человек не видит, да, они, как бы, смогут быть. Вот что вы здесь со своей стороны сможете подсветить, и настанет в ближайшее время та самая там сказка, когда безопасностью приложений и поиском вот этих уязвимостей будет заниматься искусственный интеллект. Аня. Я бы, да, хотела сказать, что на самом деле эта эра настала. Настала она совсем недавно. Мы недавно проводили исследование как раз использования искусственного интеллекта совместно со статическим анализом. И получили очень хорошие результаты. Но было, естественно, очень интересно, конечно, понять, насколько это возможно. Там есть, конечно, несколько нюансов. Я сегодня попозже просто про это исследование расскажу поподробнее. Но фактически он помог сократить нам трудозатраты 8,5 раз. Именно на триаж результатов, а помимо триажа результатов, мы еще получили, наконец-то, ту самую кнопку, про которую ранее говорили, сделать хорошо. То есть, конечно, мы не можем убрать человека из всей этой истории, потому что сделать хорошо человек должен принять решение, так сделать хорошо или как-то по-другому, как он считает нужным. Но, в принципе, на текущий момент искусственный интеллект на уровне, наверное, джуниора и, возможно, даже медла в скором времени сможет помогать как при триаже результатов, так и показывать варианты решения контекстно именно для конкретного приложения в контексте того кода, который написан. То есть он предлагает решение непосредственно в самом коде, закомментируя свой собственный код, который мы дали на анализ. Потому что, конечно, любой статический анализатор, неважно какой, сама по себе технология, ее парадигма заключается как раз в том, чтобы найти максимально большое количество возможных векторов, которые есть в этом отрезке кода. Не факт, что такое большое количество действительно эксплуатабельно и применимо для конкретного приложения. Поэтому как раз не имея этого контекста и полноты, возможно, какого-то кода, SAST может давать нам фолзы. Причем SAST достаточно хорошо сейчас развиты, они вряд ли будут давать какие-то совсем глупые сработки. Скорее, это будут сработки, неприменимые к конкретному приложению, собственно, что и раздражает разработчиков. Да, они скажут, что у нас такое должно быть, это там не эксплуатабельно. Это не пока фича. Но в данном случае как раз это позволяет избежать в большинстве ситуаций такие вещи и плюс незнание, то есть наоборот, при отсутствии компетенции он очень хорошо, скажем так, мотивированно объясняет, почему он принял такое или иное решение. Можно почитать и либо согласиться, либо не согласиться. Поэтому в случае как раз отсутствия компетенции, с учетом того, что это было тестировано, вместе с специалистами высокого уровня, которому мы все-таки склонны доверять, потому что они, как минимум, люди и специалисты, они как раз и проверяли, насколько хорошо действительно может сработать искусственный интеллект. Хорошо. Илья, ты что скажешь по поводу слов странные? На практике это уже используется? И какое ты будущее здесь видишь? Да. Ну, я как пользователь статических анализаторов разнообразный, мне, конечно, радостно слышать, что вот такие тенденции намечаются. Прямо в готовых продуктах. Ну, я что-то видел такое еще в IBM-овском, уже HCL-овский AppScan, который, естественно, ушел с российского рынка. Вот, там некие тоже методы машинного обучения как-то применялись. На мой взгляд, не очень адекватно. Но текущее развитие, мне кажется, позволяет действительно существенно снять нагрузку и приоритизировать, прежде всего, именно в качестве рекомендательного сервиса, приоритизировать сработки сканера, сказать, вот это более вероятно, это менее, это, скорее всего, у него там Северики не такая, как Саст выдал, а другая, потому что это там в админке, допустим, у вас, ну, там, не скуля, допустим, да, в админке ее не приспроектируешь без админских прав. Вот какие-то такие вещи хотелось бы, конечно, видеть, потому что всегда времени на триаж не хватает, протряжить все сработки сканера практически нереально, ну, там, в жизни, да, и просто есть выделенное какое-то время, и так или иначе все равно происходит, ну, пользователям Саста происходит приоритизация. Только он это делает просто по тем Северити, который Саст выдал, то есть, который часто гвоздями просто прибивает. Вот сколь инъекция – это всегда high, а XSS – это всегда medium, хотя бывает по-разному. Вот, и, конечно, такой рекомендательный сервис, он бы увеличил эффективность работы человека. Да, Жень, а вот такой к тебе, чтобы развитие, что вопрос, не получится ли, что создать в будущем такой инструмент, когда мы загоняем код в некий там чад GPT и говорим, сделай его безопаснее, да, вот как сейчас можно текст оттать искать, а сделай этот текст как бы более красивым, более читабельным. И тебе раз, и какой-нибудь там Яндекс GPT делает его прям таким очень гладеньким и интересным с кодом. Это будет, на тот взгляд, когда-то это чудо работать? Наверное, если идти в эту сторону, то пусть лучше сразу создают приложения, да, безопасные. И много проблем с точки зрения безопасности уйдет, в том числе там общение с разработчиками и так далее. Но если серьезно, наверное, это какое-то будущее, потому что еще два года назад мы вообще про искусственный интеллект, большие языковые модели даже особо не разговаривали. Это было в институтах вся история. А сейчас история, которой могут пользоваться все, от студентов до высококвалифицированных специалистов, оно им помогает. Мы также там в своей работе для ускорения каких-то процессов используем GPT-чаты различные, российские, зарубежные. Мировой рынок тоже сейчас показывает тенденцию, что многие крупные вендора продуктов статического анализа встраивают LLM-ки к себе под капот. На российском рынке вот у коллег тоже стала такая история появляться, о которой они будут рассказывать. Ну, надеемся, что, конечно, скоро это будет уже более повсеместно. Но, наверное, 100% все-таки заменить человека – это там не ближайшая история, не ближайшее время, и в том числе потому что доверие, наверное, пока нету, нет такого уровня доверия, чтобы однозначно сказать, что все, мы ему, этому сканеру, этой модели доверяем, увольняем направление безопасной разработки, сканер всех заменит. Хорошо. Давайте мы тогда пойдем дальше. Про искусственный интеллект мы поговорили. Давайте выйдем на экран результаты опроса номер 3. Мы спрашивали, на какой стадии внедрения практик в безопасной разработке вы находитесь. Результаты, на самом деле, очень интересные. Получились 13% ответили, что еще не приступали. 38% ответили, что только изучаем этот вопрос. То есть в сумме новичков получается больше 50%, 51%. Внедрили только одно или несколько средств безопасности, например, сканеры кода 22%, построили полный цикл безопасности CICD 19% и сделали все, и даже вышли на бакбаунти 2%. И 8% ответили, вот это, кстати, удивительно, что ни на какой, что они вообще не верят в безопасную разработку. А в зале, что есть такие, кто не верят в безопасную разработку, но все равно пришел на конференцию, поднимите руки, есть такие вообще? В зале нет. Кстати, мне коллеги подсказывают, что зал у нас тоже, оказывается, голосуют, я думал, только онлайн, но отлично, значит, ваши голоса также учитываются. Ну вот, вот как бы такая картинка, что скажете? Я встречал вот эти вот компании, которые не верят в безопасную разработку. Тяжело с ними общаться. Ну, они когда-нибудь встретятся, его хакеры. Ну, да, да. И нам станет с ними проще. Нет, основные доводы, что действительно большое количество наложенных средств, там я еще забыл упомянуть и рантайм-защита для контейнеров, и действительно они снимают определенный ряд рисков, поэтому тут все-таки надо, мы стараемся показывать, как средства защиты наложенные, они обходятся, и неважно там на каком уровне они отрабатывают атаку. Хорошо, пишите, кстати, свои комментарии тоже, что вы думаете о внедрении практик в безопасные разработки, на какой стадии вы находитесь, почему вы не верите во всю эту историю, и тоже интересно, почему вы раньше ничего не делали, и сейчас вы тоже только приступаете к этому, хотя, мне кажется, говорят о Девсе Копсе уже, мне кажется, достаточно много лет, а мы видим, что 50% еще по сути дела даже и не приступали. А у меня вот вопрос есть. С чем это связано? Нет, у меня есть вопрос к тем 38%, которые только изучают этот вопрос, мне кажется, это такая аудитория интересная, которая, да, вот как, не знаю, там сообщество ВКонтакте есть, да, там пойду, возможно пойду и, значит, не пойду, но те, кто не пойду, понятно, определились, те, кто пойдет тоже, а вот эта часть аудитории, это та, которая смотрит на это издалека, и мне кажется очень сильно, что относится к тем 8, просто не признается в этом, потому что, ну, как бы, тут есть действительно какие-то определенные факты, и вот это вот раздумие, ну, по крайней мере, на моей практике, очень часто приводит к тому, что в итоге какие-то инциденты случаются, и тогда они заканчиваются, но все-таки действительно случаются. Ну, кстати, хороший комментарий, да, что если ты еще это не делаешь, то, что, возможно, ты недостаточно в это, как бы, тоже веришь, да, потому что если бы ты верил, ты, наверное, что-то бы уже, как бы, начал бы делать, да, отлично. Давайте мы вот какую важную тему еще затронем. Вот в первой части мы чуть-чуть об этом поговорили уже, вот приложение уже вышло, да, и, допустим, мы поработали с нашими сканерами, у нас есть и САСТ, может быть, даже там, и АСТ какой-нибудь, да, мы странили много уязвимостей, оно все в рантайме уже работает. Что мы теперь должны делать, и вот какие важно здесь применять меры безопасные разработки, пин-тесты, вот сюда относятся? Пин-тесты, бак-баунки, на бак-баунки, правда, не все компании готовы выходить, но в целом при достижении… Но это просто дорого. С одной стороны дорого, а с другой стороны нет доверия, опять же, к тем, кто пин-тесты, кто проводит внешний анализ, они сломают ли они чего-то, ну и то есть инфраструктура для бак-баунки должна быть определенного уровня зрелости, они утекут ли эти уязвимости до того, как тестировщик их нашел, куда-то на сторону, если при пин-тестах мы все там подписываем определенные идеи, договора и прочую историю, то бак-баунки, безусловно, нужная вещь, кстати, она в ряде случаев может обходиться дешевле, чем пин-тест какой-нибудь большой, но надо все-таки быть готовым, ну дорасти до бак-баунти. Ну вот хорошо, в новомодной истории, как, например, там ваап есть еще, да, вот для тех, кто не знает, как я это понимаю, ваап, это ваап и плюс API security, или там API security, да, вот эта штука, она сейчас уже становится неким стандартом? Да, и большой, ну сначала были ваапы, да, потому что количество приложений увеличилось постоянно, сейчас видим тенденцию на рост API, которая доступна с интернета, когда я там только начинал работать в безопасности, все эти API, они были там сильно ограничены по доступности, доступны они были чаще всего для B2B, сейчас же API публичные, их необходимо защищать и да, стало развиваться и высокими темпами развивается направление API security и в целом сейчас объединяют WAV и API security. Ну и плюс у API появляется проблема, есть проблема с observability, потому что забывают старые API, они выкатили новую версию, да, там отдали ее партнерами и пользуются, старая версия лежит, ее, а так как еще интерфейса нет, ее там сложно глазками там случайно увидеть, и вот такая вот история привела как раз к появлению такого класса решений, как API security. Хорошо, Илья, что думаешь об этом новом классе решений? Ну безусловно, это, мне больше резонирует всего, наверное, про observability take, потому что, ну когда видишь, допустим, с какого айпишника у тебя, по твоему API летят характерные для атакующих запросы, ну это повод там может быть заблокировать этот айпишник или там пункт капчу ему прислать хотя бы, поэтому даже в режиме вот такого логирования и пассивного наблюдения вот такие решения именно там WAV плюс API security, они перспективны, безусловно. Да, а почему, кстати, сюда не относят там какой-нибудь обычный стандартный корпоративный IPS, например, да, на уровне сети, ведь как бы тоже он сможет там обнаруживать атаки, обнаруживать эксплуатацию каких-то штуязвимостей и блокировать их. Сигнатурный по большей части, а WAV это все-таки и про поведенческое, про поведенческий анализ, про построение карты сайта, вот там дерево API и как раз возможность встраиваться на прикладном уровне и анализировать трафик на прикладном уровне. В IPS не так часто отдают сертификаты для того, чтобы расшифровывать трафик. Да, тут тоже помогают LLM-ки различные, но тут история несколько хуже все-таки с зашифрованным трафиком. Да, хорошо. Да, я немножечко хотел бы вернуться к изначальному вопросу и немного предсказать будущее. Простите, но, собственно, есть просто определенные тенденции. И вопрос состоял в том, что же делать, когда у нас приложение уже развернуто. Вот, скорее всего, да, следующая тенденция, которая будет, это прокладывание обратного маршрута от рантайма к коду. То есть снятие информации о том, что у нас на текущий момент крутится в контейнерах, и после этого уже возвращать в обратную сторону. Мы же знаем, какая версия у нас сейчас развернута на том или ином контейнере, особенно благодаря нашим коллегам. И дальше мы понимаем, какой там был образ, что у нас там было с опенсорсом, который там есть. И при понимании, что в этом опенсорсе у нас вышли какие-то новые уязвимости, мы знаем, где, в каком репозитории это было, поэтому важно будет проложить обратный путь и исправить это в коде. И самое главное, что это будет для нас приоритетно, потому что мы уже знаем, что уже в рантайме, вот прямо сейчас, эту уязвимость есть. Потому что, когда мы говорим про анализ кода эстетически, когда мы пишем, то эти уязвимости фактически не существуют. Соответственно, они пока нигде не эксплуатируются. Даже если бы это невозможно, потому что пока мы просто говорим про чисто код. Но если мы точно знаем, что у нас уже есть что-то в контейнере из тех уязвимостей, которые есть в этом образе, в этой сборке, соответственно, нам и надо будет их исправлять и таким образом приоритизировать наши трудозатраты. Да, хорошо. Это интересно. Сейчас продолжим дальше. Я хотел бы только запустить для нашей аудитории опрос номер 4. Каково главное препятствие к внедрению безопасной разработки с вашей организацией? Голосуйте, пожалуйста, онлайн. И в зале тоже, в чате конференции есть этот опрос. И мы чуть позже об этом поговорим. Но вот смотрите, а не получится ли такой ситуации, как это часто бывает на примере тех же пин-тестов, что мы провели, заплатили деньги, получили отчет о пин-тесте, а потом, как в большей части, вообще весь, он там где-то лежит и пылится, и никто, может, ничего так и не сделает. Также мы заплатили кучу денег и купили себе САС, купили себе ВАВ какой-нибудь, и никто туда не лазит, ничего не делает, ошибки не правят. Куча просто вот этих вот будет отчетов, и как-то это надо все сводить, и как-то это нужно автоматизировать. Есть ли для этого какие-то на вашей практике специальные среды, специальные разработки, где это можно все эффективно отслеживать, трекать вот эти все ошибки, уязвимости и так далее? Наверное, в оркестраторе? Ну, ОСОК, который коррелирует и агрегирует события с различных инструментов, но сейчас уже появляется ощущение, что этого класса решений тоже недостаточно, потому что получается, что обсеки, те, кто отвечают за безопасность приложения, они тоже начинают жить в своем замкнутом мире, не общаясь с коллегами из других подразделений департамента, а вот вообще максимум, что они ходят, там с разработчиками поговорить. На самом-то деле, если есть уязвимость, то ее мало митигировать, о ней надо предупредить как минимум другие подразделения ИБ, и пытаться обогащать в целом уязвимостями какие-то инциденты безопасности потенциальные, на которые какие-то средства среагировали, и только тогда строить более полную картину. Это первая проблема, которая сейчас видна со соками. А вторая, ну вот как много человек анализируют логи с какой-нибудь CI-CD системы. Мне кажется, это прям очень мало компаний, кто-то умеет делать и делает, и в эту сторону тоже надо смотреть и стараться все это свести в какую-то одну историю. На Западе есть уже похожий класс решений, который помогает их решать, а СПМ, но пока, наверное, это счастливое будущее для нас. Илье, что ты добавишь здесь? Ну, я думаю, да, действительно, проблема есть, что нужно как-то некий дедуктивный анализ проводить сработок разных сканеров, и действительно за этим будущее, но, наверное, недалекое, поскольку вот буквально неделю, может, назад краем глаза видел у Касперского в одном из продуктов, боюсь соврать в каком, но появилась опция или функционал новый, называется младший аналитик. То есть это как раз ИИ, который анализирует сработки, по-моему, СИЭМа и корреляции, и уже на основании их в таком очень человекочитаемом виде, в высоком стиле, генерирует отчет, который, ну там, summary, что, собственно, происходит, как он интерпретирует ту активность, что там, допустим, какие-то инсайдеры что-то замышляют, допустим, во внутреннем чате. Вот. И если аналогичные вещи делать в рамках ОСОКа, ну это тоже выглядит перспективным по аналогии просто. Хорошо. Отлично, коллеги. И хотелось бы еще, с вами у нас не так много времени, что остается, обсудить все-таки, а как вот с точки зрения руководства весь вот этот замечательный цикл безопасной разработки контролировать и отслеживать его эффективность. То есть мы там потратили какие-то огромные деньги на все сканеры, на это все. Как вообще понять, что это эффективно? То есть какие метрики, какие KPI для этого нужно что использовать? Какие-то там, не знаю, смотреть на количество визуальности, которые у нас что обнаруживаются, смотреть на инциденты реальные, да, и с нашим софтом. На что? Ну, наверное, все-таки в первую очередь возможны инциденты, потому что это фактически, да, что мы, собственно, получим в отрицательном формате. Дальше я думаю, что, в принципе, по практически всем методологиям у нас все равно так или иначе есть метрики. Ну и общение живое тоже никто не отменял, потому что только при общении ты понимаешь, действительно что-то работает в компании или нет, потому что отстраняться, конечно, смысла нет. Все равно же кто-то, как говорится, всегда на что-то жалуется. У нас есть всегда человеческий фактор. И бывает же, что, ну, по крайней мере, на моей практике, очень часто внедряют что-то для галочки. Оно внедрено, хорошо, мы вроде как закрылись, но фактически это не работает. И дальше, конечно, надо уже отслеживать, почему, какие действительно метрики сравнивают с тем, что есть в компании. Спасибо. Я могу, наверное, только добавить, что, наверное, тяжело следить за метриками, когда процесс только внедряется, а когда он уже работает зрелый, тогда, да, CISO, CTO могут смотреть в целом на появление уязвимости и спрашивать за какие-то пики у разработчиков инцидента, да, как Анна сказала. Ну, а смотрите, а вот те самые ошибки в коде, которые мы нашли там при помощи того или иного сканера, это метрика или нет? Можно же сказать, что вот мы там нашли и устранили там, не знаю, 100 ошибок, которые в конечном итоге вылились бы в какие-то, ну, гарантированные неприятности уже в проде и обошлись бы нам, может быть, в какие-то очень большие деньги, если бы компания, например, вышла бы на бакбаунти и заплатила бы за эти уязвимости. Можно даже в деньги. Нулевой бакбаунти как раз показатель. Да, 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 да. Можно даже теоретически пересчитать это в деньги. Как вам такая история? Ну, в этом смысле действительно бакбаунти как некий самый последний выходной контроль, ну, вернее, самый последний это уже инцидент, да, когда случился, и можно тоже посчитать убытки. Но там все-таки бакбаунти выглядит поинтереснее вариант. И действительно, то, что дошло до бакбаунти, это все баги не просто в вашем софте, это баги в ваших процессах, которые нужно раскапывать до корневой причины, подкручивать какие-то, может быть, инструменты безопасности или какие-то новые закупать, переходить, может, и так далее. Ну, плюс можно тестировать непосредственно свои инструменты, свои процессы безопасной разработки, просто вкидывая туда намеренно уязвимые, допустим, приложения. Для каждого языка можно найти легко на GitHub намеренно уязвимые приложения, на которых можно тестировать все инструменты и удостоверяться, что они генерят нужные сработки. Потому что количество сработок, это может даже и хуже, чем больше, тем хуже нас интересует как безопасников количество уязвимостей, которые мы не нашли. Ну, вот это фактически основная метрика, которую очень сложно померить, но как-то к ней можно подступаться именно там синтетическими примерами, например, уязвимого куда-то. Да. Вы смотрите, я хорошо помню, когда Microsoft свой SDLC, вот этот цикл представил, это было там, я же не помню в каком году, и они прямо четко обосновывали пользу внедрения этих практик темно. В примере своего, если мне память не изменяет, SQL сервера какого-то там 2005, не помню какая версия, показывали, что вот у него там за первый год было найдено всего там типа две уязвимости, а у предыдущего такого же как у продукта, у него там были там сотни. Потом там у винды тоже можно посмотреть, там семерка, да, у нее гораздо меньше было уязвимостей обнаружено, чем, например, там у XP, ну и так далее. То есть эту динамику они по каждой версии, они прямо ее показывают. Вот этот подход как вам? Да он вполне может существовать, и в целом уязвимость можно попробовать оценить с экономической точки зрения, учитывая критичность сервиса, учитывая вектор атаки, сложность его эксплуатации, на все это повесить какие-то деньги, ну и складывать. Но все-таки для этого нужен человек, руководитель, который бы был очень заинтересован вот в таком вот экономической плоскости, доносить до бизнеса важность того, чем занимается его направление. Хорошо. Здесь, мне кажется, это вполне себе такой, что рабочий вариант показывать, вот сколько уязвимостей было там, допустим, в том году, да, что обнаружено уже в проде, а сколько в этом году, да, если эта динамика положительная, то значит мы, наверное, нашу разработку подтюнили, она стала вполне себе более безопасной, чем была. Я бы вот, например, бизнесу бы показывал и такие KPI. Тут вопрос спорный, потому что при, допустим, первом внедрении какой-либо безопасности в разработку мы увидим, что у нас там очень много проблем, которые надо решать. Но мы все-таки, так сказать, люди обучаемые так или иначе, да, и там три раза поправив свою ошибку, в пятый раз, да, ты уже подумаешь, как тебе стоит писать. Поэтому тут скорее, наверное, метрика того, что изначально приложения становятся более безопасными при их создании. Вот это, наверное, более практичная метрика, чем просто поиск уязвимостей, потому что найти-то мы найдем. А здесь вопрос именно эффективности процесса, потому что сначала мы будем тратить на это больше времени, а потом, естественно, сильно меньше. И наша задача практически не затрачивать время на безопасность, потому что изначально мы уже к этому, скажем так, в этот процесс влились. Хорошо. И остается у нас не так, много времени хочется еще дать коллегам в зале задать вам свои вопросы. Скажите вот про решение кадрового голода, потому что вот в первой части мы тоже об этом уже немножко поговорили. Ваш взгляд на практике, что работает? То есть все-таки растить секьюрити-чемпионов, брать отдельного какого-то апсекера в команду, нанимать со стороны каких-то знающих людей, которые будут там на режиме штатстаффинга, это контролировать? И что на вашей практике работает? Жень, давай с тебя начнем. Ну, наверное, все так или иначе работает. Нельзя взять только студентов с университета, нельзя взять либо только разработчиков и переучивать. Например, вот в моей команде, которая занимается безопасной разработкой, у меня есть и системные аналитики, и аналитики по безопасной разработке. То есть это прям люди, которые приходили, человек занимался только системной аналитикой. Либо человек занимался только разработкой программного обеспечения, был ледом разработки, попробовал когда-то немножко там в обсек во внедрение процессов, ему понравилось, захотелось как-то поменять несколько свой вектор развития. Второе, это, наверное, обучение студентов с университетами общаться. И тут тоже без этого никуда. Может быть, кому-то там не нравится, не хватает на это сил. Но мы сейчас там в УРФУ запустили для Балковриата три курса параллельных по безопасной разработке на третьем курсе для магистратуры. Тоже там сейчас прорабатываем запуск. То есть нельзя взять что-то одно, и вот оно будет работать. Приходится нанимать и дорогих специалистов, приходится брать и с университета коллег, доучивать их, переобучать, возможно, где-то. Либо искать людей вообще со смешных областей, девопсов, разработчиков, которые могли бы дальше уже заниматься безопасной разработкой. Хорошо. Илья. Ну вот про security чемпионов есть некое уже ощущение, что вымирающая профессия, которая так особо и не взлетела, как бы масштабно, потому что у разработчиков уже появляется там свой copilot, искусственный интеллект, который помогает писать код. Казалось бы, должен уже появляться тоже такой помощник иишный, который иишный и бэшный, который будет в режиме copilot комментировать там и предлагать изменения. Ну это одна из функций copilot для разработчиков, именно security champion. Ну в этом смысле так или иначе все больше кода будет генерироваться искусственным интеллектом, а людей в обсеке как бы на нашей стороне и так не хватает, чтобы уже там текущий объем кода проанализировать, переварить, протестировать на безопасность. Поэтому и на нашей стороне неизбежно должен появляться аналитик, который будет тоже помогать. В этом смысле это тоже решение кадровой проблемы без привлечения кадров. Ну и плюс, естественно, оптимизация как глобальная, когда вы не нанимаете в штат людей, а аутсорсить процесс, те же пентесты или анализ кода и так далее на специализированным компаниям. Это тоже решение, тоже там глобально оптимизируются люди, потому что нагрузка, понятно, на одного человека падает сразу от нескольких компаний. Ну и опять же внутри даже компаний, в том числе интеграторов, можно распределять нагрузку, выстраивая, так сказать, каскады, определенные аналитиков, допустим, кода, когда у вас первичный анализ, ну как линии техподдержки или там системы очистки воздуха, когда у вас на входе более грубый дешевый фильтр стоит, там джун условный или даже и-помощник, а дальше уже на втором, третьем этапе стоят более квалифицированные люди, до которых доходят уже там результаты работы первых или какие-то сложные случаи и так далее. Ну такие оптимизации тоже могут снять нагрузку кадровую. А скажите, вот на примере интеграторов, как у ЦСБ, у Ангары, можно ли отдать вам на аутсорсинг процесс GFC-копса, да? Ну вот есть компании, у которой там, не знаю, 10 или там 20 разработчиков, они не знают, что надо делать и не хотят даже в это вникать. Они приходят к вам и говорят, что ребята, высадитесь там каким-то десантом, научите нас это делать, возьмите под контроль, мы как бы будем повиноваться и делать все, что вы скажете, чтобы у нас там все было круто и безопасно. Эта схема рабочая или пока это как бы тоже так еще для российского рынка в диковинку? Да, в целом рабочая, почему нет? Вот даже в следующей секции как раз я буду рассказывать про продукт, который мы придумали для решения подобных задач. Но я сейчас без рекламы, то тут можно несколько векторов определить. Когда все отдается и навсегда отдается подрядчику, такая история возможна, потому что есть команда разработки, которые не хотят нанимать себе обсеков, разрабатывают они какую-нибудь SCADA-систему и не хочется им держать еще штат обсеков, обсуждать с ними что-то, им проще отдать это на аутсорс. Второй вариант, когда компания задумывается о необходимости безопасной разработки, хочет строить, но ей надо получить результат быстро сейчас, тоже можно пригласить интегратора, который поддержит процесс, начнет его внедрять, постепенно передавая знания, компетенции самой компании. Ну и такое организационное сопровождение, конструкционное даже больше сопровождение, когда интегратор внедряет инструменты, параллельно обучает специалистов, специалисты дальше уже просто с вопросами время от времени приходят к интегратору и самостоятельно растут. Хорошо. Штаня, а вот на вашем примере вендоры сами вообще такое оказывают, с которыми вы работаете в вашей компании? Ну, вендорам на самом деле довольно-таки сложно оказывать полную поддержку всего этого цикла, но мы, конечно, можем всегда дать консультационную поддержку вначале, потому что все равно для внедрения того или иного инструмента, даже, который вендор предлагает, разрабатывать все равно нужна определенная почва подготовленная. И тут, конечно, можно провести определенную также работу для того, чтобы уже можно было комфортно делать внедрение того или иного инструмента, потому что если творится хаос, то, конечно, в этот хаос ничего не, скажем так, встанет, и эти процессы тоже на рельсы не встанут. И скорее тут, возможно, в обратную сторону очень часто работает, что что-то приобрели, и денег уже заплатили, соответственно, нужно, чтобы оно заработало. Чтобы оно заработало, приходится эти процессы упорядочивать. А в принципе, да, я, наверное, соглашусь с Евгением насчет того, что все-таки это такая, возможно, каскадная работа, потому что кто-то все-таки инициировать ее должен. И дальше уже вопрос передачи этих компетенций, заинтересованность людей в этом процессе и так далее. Хотя, конечно, если, допустим, совсем, наверное, маленькая компания, у которой просто финансово эту пирамиду, скажем так, тянуть, возможности нету, то, да, конечно, придется, наверное, привлекать специалисты со стороны. Да. Силья, короткий комментарий тоже по этому вопросу, и поедем дальше. Ну, на самом деле, особо нечего, наверное, добавить. Хорошо, давайте выведем на экран результаты опроса номер 4. Мы спрашивали, каково главное препятствие к внедрению безопасной разработки вашей организации. Ну, здесь, на самом деле, меня немножко удивило, да, так, с одной стороны, что результаты, с другой стороны, они достаточно предсказуемы. Мы видим, что в сумме 40%, что ровно, это кадровый вопрос, да, нет людей, или люди есть, но у них не хватает опыта и знаний. 26 и 14%, да, самая большая, как бы, доля. И 26% еще отвечает, что нет денег, что руководство не выделяет бюджет. Ну, и также, что видно, что 9% ответили, что не разработаны регламенты и процессы, это тормозит. И 3%, что нет, на их взгляд, нужных средств тестирования, контроля и защиты. И 22%, что тоже вот меня немножко удивило, сказали, что не видят вообще никаких препятствий. Я думал, что их количество будет меньше. Коллеги, что скажете? И на базе вот этих, этой статистики, хотелось бы от вас услышать какие-то в завершении советы и рекомендации. Давай, может быть, вот с тебя, Аня. Да, на самом деле, ну, мое мнение, то, что первые пункты насчет нехватки знаний по факту порождают, вот отсюда я не вижу, те 26%, которые не выделяют бюджета. Потому что, в принципе, это должно принимать руководство, которое как раз будет эти процессы запускать. Потому что без понимания руководством всех этих задач, к сожалению, тоже ничего не заработает. А деньги выделяются, естественно, управленческими кадрами. Но, в принципе, на текущий момент существуют отдельно курсы для непосредственно топов компаний, которым как раз эту информацию можно передать в доступном формате, чтобы люди далекие от этого могли понимать, почему мы приходим и иногда требуем как безопасники этот процесс поддерживать. Да, хорошо, спасибо, Женя. Я вот тоже про не хватает знаний и опыта хотел бы прокомментировать. В целом процессы внедрения они начинаются с процессов аудита, инфраструктуры, процессов разработки и самого программного обеспечения. И благодаря аудиту можно понять потенциальные слабые места, потому что, когда я только столкнулся с безопасной разработкой, действительно, первый вопрос, который появляется, а что внедрить первое, прочитал Microsoft с SDLC, отлично, и что из этого всего-то делать первое, никто не говорит. В целом аудит плюс какой-то пентест, тестирование на проникновение, он тебе уже должен подсветить слабые места и помочь определиться как раз с тем, чтобы выстроить какой-то роудмап на ближайший год, два, три. Хорошо, спасибо, Илья. Ну, тут что можно сказать, что видно, что половина, как минимум, проблем закрывается привлечением интегратора, какой я из этого делаю вывод. Вот, четверть, у четверти все хорошо, у четверти нет денег. Ну, как-то так. Да, хорошо, спасибо. Где нет денег, можно еще посмотреть в сторону опенсорса. В целом он работает, но тут нужны деньги уже на специалистов. Хорошо, спасибо, коллеги. Мне кажется, вторая часть получилась не менее интересной точно, мне как-то даже кажется, наоборот, мы стали ближе к практике и прозвучало много очень важных интересных мыслей. Мы готовы ответить на ваши вопросы, если они есть. Коллеги, у кого есть к спикерам вопросы, не стесняйтесь, задавайте их. Да, вот, и вот там еще вопрос тоже. Хорошо, в порядке электронной очереди. Спасибо. Не кажется ли вам по поводу метрики оценки эффективности работы, что, допустим, мало количества обнаруженных поязвимостей и дефектов? Ну, это следствие несовершенности выбора инструментальных средств анализа. Большое количество это низкого квалификации разработчиков надо заменить. Вот, может быть, стоит посмотреть, сдвинуть вот эти метрики наружу, наружу разработки, то есть, перенести на эксплуатацию, например, загруженность службы технической поддержки, обращениями по поводу дефектов. Ну, или голосование рублем при продаже. Может быть, сюда поставить? Ну, кстати, да, это, кстати, хороший вопрос. Что скажете? Ближе к бизнесу вот эти метрики подвинуть. Ну, в этом смысле, чем плотнее и глубже охват метриками, тем, наверное, лучше во всем случае, поэтому много, метрик много не бывает, да, и в этом смысле всякие внешние, они тоже имеют значения. Другое дело, что если мы говорим про shift-left, а мы про него не перестаем говорить, даже несмотря на весь shift-everywhere, все равно нужно стараться сдвигать, ну, по крайней мере, иметь метрики и как можно ближе к разработчику, ближе к коду. Хорошо. Мне кажется, надо просто смотреть в разрезе, скажем так, времени, потому что это нельзя сделать сразу. Мы сначала должны увидеть действительно много дефектов, потому что фактически, скорее всего, они там будут, а дальше мы должны уже смотреть на их изменения. И как раз сначала метрика поиска большого количества нам скорее покажет, что действительно мы что-то нашли и качественная их оценка, потому что все равно эксперты, как мы сказали, отсюда не уберем, поэтому он это анализирует, точность, а после этого та же экспертность подтверждается, должна подтверждать те метрики, которые мы получим позже, то есть через какой-то период, потому что сразу мы, конечно, не узнаем, что у нас происходит, работает оно или нет. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос вот здесь вот был, потом сюда. День добрый, Виктор Баленков, компания NeoFlex. Когда мы тестировали наш продукт NeoGAD, мы обнаружили, что информация о версиях приложений является недостаточно достоверным источником, чтобы фактически оценивать уязвимости. в том числе такие дистрибутивы, как Ubuntu, часто используют свою ветку версий. А в open-source сканерах, которые берутся за основы, есть своя база, которая считает эти версии уязвимыми, хотя, например, там версия какая-то DeFiS 1, разработанная в репозитории Ubuntu, она эту уязвимость закрыла. И прозвучало предложение контролировать версии в контейнерах. Подскажите, есть какой-то опыт по фактической проверке уязвимостей, а не просто по оценке тех версий, которые видны в решениях по контейнер security. Это в целом подходы к композиционному анализу, когда из тысячи контейнеров с тысячей уязвимостей в каждом специалист должен понять действительно те, которые лежат на поверхности атаки и оценить не только саму уязвимость, но и все транзитивные зависимости, которые есть у библиотеки. Понятие, что из них действительно достижимо для злоумышленника и только в этом случае уже отдавать на какой-то триаж. Исправить все, все контейнеры, как предыдущие гости говорили, это такая очень нереальная задача кажется. Но тут насколько я поняла несоответствие версий, что мы фактически из источника получаем неправильную информацию, верно? Поэтому хотели проверить фактически, что там есть, но тут тогда смотрите, фактически у нас как всегда остаются практические способы, это пин-тест и бак-баунти, то есть тут мы только так, скорее всего, об этом узнаем, потому что объемы слишком большие для того, чтобы вычленять это вручную как-то. Ну и при сертификации еще статический анализ библиотек также требуется, поэтому в целом можно дать вообще программное обеспечение на сертификацию в лабораторию испытательную, они год покрутят, повертят его, но они прям достаточно подробно его разберут. За год там уже 10-20 версий еще выйдет. Есть особенности. Кажется новых. Есть особенности. Есть нюансы. Хорошо, спасибо, вот здесь еще вопрос. Сергей Шептуля, группа компании Infars, спасибо за размышления, очень познавательно и интересно. Вопрос такой, какие наиболее эффективные топ-3, топ-5 обоснований внедрения безопасной разработки отдел ИБ может предоставить топ-менеджменту для как раз-таки выделения бюджета, финансирования. Спасибо за хороший вопрос. Как обосновать? Какие-то шаблоны сможете? Там есть абсолютно классическая кривая стоимости исправления уязвимости в зависимости от срока ее обнаружения, где там понятно, что она экспоненциально красиво нарисована. Вопрос, насколько это соответствует действительности, но на практике примерно так и есть. Понятно, в худшем случае это инцидент, с большим разбросом в убытках и потенциально очень большими убытками. И перед этим допустим баг-баунти, где понятный прайс за обнаружение уязвимости. Например, миллион рублей. Ну да, например, но он по крайней мере фиксированный. И так далее. и, грубо говоря, в ID разработчика есть тот же купайл или ассистент, который подсвечивает вам уязвимости на ходу. Это вообще практически бесплатно. Поэтому к таким вещам, наверное, можно апеллировать прежде всего. В том числе, кстати, зависит от бизнеса, потому что чисто на моей практике был случай с ритейлером, который мне в ночи периодически присылал, что в мой аккаунт кто-то вошел. Сколько таких людей есть, которые после этого инцидента скажут, я не буду покупать, мы просто это рассчитать не сможем. Но я на этого ритейлера больше не захожу. Есть другие. Не всегда история работает. Ну, взломали там кого-то, но мы все равно же пользуемся теми или иными услугами, может быть, потому что они достаточно быстро что-то осуществляют или но все равно возвращаемся. Уровень пользования это с лугой все равно он другой. осадочек все равно остается. То есть, вот эта репутация, она может сильно в финансовом плане в зависимости от типа бизнеса повлиять. Я бы сказал бы вот топ, наверное, свой, топ-1, который, ну, не топ-1, но в топ-10, который входит, есть команда разработчиков, которые создают собственные продукты. Они сейчас регулирование с точки зрения законодательства ужесточается, и когда эти разработчики приходят и продают в огромные корпорации свое программное обеспечение, корпорат, многие корпорации выбрали такой подход, что если у тебя нет внешней оценки, там, какого-нибудь аудита процессов, регулярных пин-тестов, то мы даже с тобой разговаривать не будем, и как ты хочешь, ну, можешь демпинговать сколько угодно стоимость, но даже не интересно. Некоторые компании пошли еще по более ужесточенному принципу, они говорят, нету сертификации, сертификата соответствия, тоже все, ты мимо просто всех тендерных процедур, и поэтому вот если у вас разработка именно для подобного рода компаний или вы хотите туда очень попасть на различные газовые, нефтяные, логистические компании, которые сейчас сильно подвергаются регулированию с точки зрения органов, вы можете как плюс это, ну, как бонус к бизнесу транслировать. ВПК на подъеме еще тоже. Да, хорошо, коллеги, большое спасибо за интересные вопросы, у нас, к сожалению, уже закончилось время, спикеры еще доступны здесь сегодня на конференции, я тоже буду рад со всеми пообщаться, спасибо вам за то, что были с нами, всего вам самого безопасного, пока.